Всем привет, дорогие друзья, с вами Сан, и мы снова проходим Vampire The Mask of Justice. Вот, в прошлый раз мы выполнили задание, скажем так, освободив ферму от людей, от людей, разрушив ее, там, сервера, там, подобные. Единственное, что, конечно, одному человеку прилетит за это, за то, что он нам дал флешку, чтобы войти, по идее, нет, не флешку, код, да, персональный код, чтобы войти, вот. Но ничего, думаю, что это ради благого дела. Так, я организовал для тебя встречу. После веселой ночи Фонтака, а мне все пошло кувырком, и с тех пор ситуация для близнецов не улучшилась. Куда это нас приведет? Я мог бы пустить слух о том, что в округе есть незаконорожденные дитя Хакима, и что они ищут работенку. Ну... Давай доброжелательно, все-таки Пьетро. Хочешь, чтобы я отправился туда в поисках работы? Это не мое дело. Думаю, тебе стоит заглянуть в дом Елены Джованни. Приложи свои услуги, чтобы помочь с проблемой ее. Упыря. А взамен попроси информацию о твоей украденной реликвии. Отправляйтесь в палаццо Елены. Хорошо. Ладно. Либо подработать, либо самим найти путь, как избавиться от этого упыря. Ладно, я думаю, избавимся. Все-таки, я не знаю, есть ли тут боссы или же нет, но мне не хватит голода для босса. Скажем так. Учитывая то, что и та, и та способности меня мгновенно жирают по полголоду. Да. Кровь повышает уровень вампирского лечения, выполняя побочные задания. Это мы знаем. Так. Что же. Значит, мы сейчас идем либо к упырю Елены, либо к ним вообще туда, на базу. Будем смотреть. Будем смотреть. И мы на улицах Венеции. Так. О, дверь открыта. А раньше, кстати, она была закрыта. Так, вижу одного, вижу второго. Нужно идти по следу. Ручка. Так, все, здесь никого. Письмо. Томас, мне пришлось уехать из-за эвакуации. Я скучаю по тому, как мы с тобой сидели на большом мосту и смотрели на проплывающие мимо гондолы. Если ты вернешься, квартира не заперта. Я люблю тебя. Да. Грустно. И ностальгически, скажем так. Так, и ностальгии пахивает. Не моей, а ее, типа, ну, ладно, не суть. Так, мы здесь, конечно, не были, скорее всего. По крайней мере, я этого не помню. Но это мы приступили к заданию. Это задание Елены Джованни, да? Мы, типа, сейчас напрямую идем? Ну, давай. Попробуем. Поговорите с Еленой Джованни. Ладно, давай посмотрим, что это за мисс, мадам, или как ее там. Геката – это сложный союз между несколькими культами рода. Понял? Укус Геката чрезвычайно болезненный. Укус Геката чрезвычайно болезненный. 29 ноября. Время сейчас. Петро наконец-то договорился о встрече с Еленой Джованни, одним из высших руководителей Гекаты. Она была бандитом до мозга костей, известным своим непредсказуемым поведением и внезапными вспышками жестокости. Я бы использовал ее, заставив бы ее дать мне то, о чем я мечтал, то, ради чего я приехал сюда, в Венецию. Информацию об убийце моего господина и о местонахождении украденной реликвии. Может, она и вбила кол в сердце Махмуда. Тогда бы мои подсказки закончились. Добро пожаловать, Детя Хакима. Я жду тебя в своем кабинете. Не убегай и, пожалуйста, не заставляй меня ждать. У меня миллион дел. Хорошо. Мисс Санитая. Так. Вау. Вот это дом. Нормальный, нормальный. Так. Входим. Опа. Я не удивлюсь, если Мелстрой снимает такой же дом. Так. Видите? Тут все закорыты. Кроме одной двери. О, Елена Джованни. Здравствуйте. Детя Хакима Венеции. Кто-то явно натворил что-то очень нехорошее. Кто-то явно натворил что-то очень нехорошее. Итак, ты здесь, чтобы убить кого-то. Или есть другая причина, по которой ты здесь. Слышал, у тебя проблемы. Ну да. Раз уж ты говорил об этом? Заговорил об этом, у меня действительно есть некоторые проблемы, которые необходимо уладить. Хорошо. Чем я могу помочь? Не-а. Я не веду деловых разговоров. Не выслушав сначала, чего хочет от них мой собеседник. Я ищу украденную статуэтку. Ходят слухи, что она здесь, в Венеции. Не подскажешь? Реликвия клана, я полагаю. Она представляет собой сентиментальную ценность. Я могу помочь тебе найти ее. Здесь ничего не происходит без моего ведома. Конечно, сначала тебе придется помочь мне. Эта работа как нельзя лучше соответствует твоим талантам. За последние несколько недель два моих сопровождающих доставили мне немало хлопот. Если ты избавишь меня от головной боли, я позаботусь о том, чтобы ты нашел свою реликвию. Договоритесь. Что-то я работаю над Джованни, что-то мне не очень хочется. Но я не стал адресировать ее изначально, просто потому, что она не испугается. Скажем так, ее статус, ее звонка позволяет ей не пугаться. Какого-то там чувака и дитя Хакима на улице. Вот. Продолжить. Итак. Улица Венеции. Мы снова отправляемся на улицу Венеции. Будет очень иронично. Иронично, если мы сейчас выйдем на улицу, и за нами будет погоня, типа. Ну, хотя нет. Она сказала, что мы должны выполнить какую-то миссию. Поэтому, я думаю, сначала мы выполним миссию, а потом очень интересным образом как-то по-другому все получится. Не знаю. Сейчас посмотрим. Я в любом случае прохождение не смотрел. Прохожу все сам, поэтому интересно понаблюдать за этим, как за сериальчиком. Скажем так. Вот. И мы вернулись обратно. Все. Типа мы просто пришли, поговорили и ушли. Ладно. Допустим. Так. Лодка. Давай поедем на лодке. Интересно. Победите близнецов. О-о-о-о. Разобраться с близнецами. Понятно. Неприкасаемый. Не получите никаких повреждений. А как я должен разобраться с близнецами, не получив никаких повреждений? Это что за мастер скило способностей? 29 ноября. Время сейчас. Я направлялся в другую часть Венеции, чтобы расправиться с проблемой Елены. Джоди здесь были очень сильными. Здания развалились на куски, с каждым днем все больше погружаясь в воду. Подкрасток добычи не составит труда. Близнецов ты найдешь возле полуразрушенного новоздания, магазина, в части города, сильно пострадавшего от дождя. Издалека ты должен быть церковной башней. Они ждут неподалеку. Это достаточно уединенное место, чтобы ты мог проникнуть туда незамеченным. Они думают, что ждут посылки и не будут ждать тебя. 12 ноября. Время 4.30. 17 дней назад. Кто-то прыгнул по крыше. Я так понимаю, за мной появилась охота. Перед наблюдением. Скорее всего, желания так просто нет. О, еще один прыгнул. Или этот же. Надо смотреть, потому что это он не просто так находится. А, вон стоит кто-то. Я вижу их. Они рыщут по крыше. Они ждут меня. Эта часть, прям, города сильно пострадала от дождей и полев. Прям кто-то сушит вещи, оказывается. Есть, успел. Отлично. Это было резко. Надо глядываться раз такая штука. О-о-о. Это одна из близнецов? Какие у вас когти, мадам? Исчезла. Вон кто-то уже ходит по крышам. Я так понимаю, это из их же клана. Ну, раз они там все вместе, типа, да? Вот. Окей. Сохраняшка. Ну что ж. Я могу идти. Я понял, они меня спалят в любом случае. Будут стрелять. Значит, это они не с ними. Так, и... Как мне... А как мне... Ага. Вот так, я понял. О, бога. Так, мы здесь спустимся. Тут дверки нету. А, здесь это какой-то проход. Есть вот медальончик. Я родился в Нью-Йорке в 1959 году. Хотите верьте, хотите нет, но я воспитывался в атмосфере счастья. Мой отец был иранским иммигрантом, моя мать – уроженка Нью-Йорка. А я – всего лишь дитя. Неуклюжие. Спустя годы я поступил в университет. В моей голове засела картинка. Мои родители машут мне на прощание, в то время как такси уезжает в аэропорт. Тогда я видел их в последний раз. Через несколько месяцев они погибли в аварии. Водители, вероятно, пьяного так и не нашли. Наверное, грустно. Такая себе история, на самом деле. Так, там мы не пройдем, значит, только здесь. Стоп. Все-таки упускать не хочется, если вдруг тут что-то будет. Какая-нибудь монетка может быть? Нет, монетки нет. А я туда-то запрыгнуть не могу, понял. Хорошо, возвращаемся. Идти. Идти. Мы здесь. Я думаю, я его сажу. Он меня покоцал еще, сволочь. Ладно. Так, нет письма. Дайся. Моя квартира находится в плачевном состоянии. Я не уверен, что они смогут привести эту часть города в порядок. И молю Бога о помощи. Да. Ну, ты прав насчет того, что... Они забили хрен на эту часть города. Вот. Как-то так. Полезли. Идти, идти, идти. Так. Так. Сюда. И спускаемся. Тук-тук. А вот и я. Здра... Это босс, да? Здравствуй. Что это такое? Давай я сначала попробую, как вот в любых других играх, где босс сначала кастует. Потому что это вроде как и выглядит на это. Я ее не смогу достать до этого. Весчезно. То есть удар один, я так понимаю, по одному удару. Три хп, все. Мало хп. Очень мало хп. Бл***. Деньги. ее спасли из ниоткуда ее спасли ладно где он значит дальше неплохой такой файл в смысле все я сдох а как я подхилюсь у меня шкопа не так много как не хилятся ладно у меня есть еще одна способность ловушки но победите близнецов одну мы победили хорошо будем уклоняться ждать пока она приблизится и тогда после этого атаковать что так и будем делать а у меня же еще есть болты и интересно как они работают на нее чем проверим как раз никак они не работают понятно дождать пока она короче ты целится больно так одно хп у меня осталось у вас же она все таки ударила ни одна способность на нее не работает кроме обычного уклонения вот этой телепортации просто кулаками махать даже эти патрончики не спасают как я должен это сделать ладно сейчас пробуем разобраться с близнецами давай 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 надеюсь со второй один удар есть один удар есть больно опять да блин а почему блин если получше раз я бы конечно бы это увернулся от от ее этого удара то другое бы тело блин это непросто потому что по сути все что у меня есть это кулаки и телепортация все а способности не работают да конечно окей пробуем еще раз то есть по сути мне нужно уклониться еще раз уклониться от вот этой свистящая свистящая атаки вот это да охренеть ты чё делаешь отлично отклоняемся а я не могу по ней попасть она в текстуре ну все я тоже в текстуре да я даже ударить по ней не могу я сломал игру да все это конечно я не знаю что мне теперь делать так надо как-то надо как-то выбраться надо как-то резко выбраться а че делать в таком случае контрольная точка давай на контрольную точку я думал я уже сейчас выиграл ее короче надо убегать тогда когда она подпрыгнет вот а вот че с этими делать я не знаю как так как отлично у меня удар есть так так пробуем еще раз Давай, по-по-по. Я нужна сестерина. Все. Фух, четвертого раза. Ну, когти у вас, конечно, сильные весы. Все, минус близнец, близняшки, получается. Да, победите близнецов. Тысяча очков опыта. Ну да, это босс. Это босс и два одновременно. Ну, в принципе, бои правства, если бы понимать. То есть, опять же, как уклоняться, когда они бьют, не бьют. А я экспериментировал туда-сюда, и ничего не работало. Да. Так, ладно, внутреннее святилище. И будем прокачиваться. У меня есть целых тысяч очков. Так, кровь смертная, где-то родичь, повышает здоровье. Да, это мы знаем. Итак, что мы видим? Исчезновение. То есть, я могу прям пропадать. Стоп, стоп, стоп. А это что у нас? Прикосновение скорпиона. Болты, обмакнутые в ядовитую кровь, смертельны для большинства смертных. Так, хорошо. Кража жизненной силы. Ваша жертва взрывается в фонтане крови, которая выливается в ваш открытый рот, частично уменьшая голод. Частично уменьшая голод. А насколько это уменьшая голод? Ладно. Так, хорошо. Я думаю, болты. Я думаю, болты или исчезновение прямо перед ними. Все-таки, я думаю, что исчезновение будет прямо... Хотя, болты или... Давай у слабожных врагов реально исчезновение перед ними. Все-таки это лучше прокачать. Я думаю, болты, они просто не работают на боссов и тому подобное. А то я хотя бы могу исчезать. Не знаю, сработает ли на это, но попробовать стоит. Болты мы уже с вами пробовали. Не сработало. Так. Окей. Пьетро. А, мы обратно идем в Венецию? Ладно, хорошо. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Пять. Войти в улицу Венеции. Поехали. Ну вот, да. За обменной кровью ведут любого смертного беззащитное оцепенение. Но это прокачивает. За 1650 это хрен стоит. Работает на большинство врагов. Типа я могу всех перебить. По сути. Там раз, два, три, четыре, пять. Но это будет просто по игре. Очень просто по игре. Могу вот и, ну, исчезать. Но я это буду не так часто делать в основном-то. Вот. Вампиры от природы проворных перемещений. И Бану Хаким не исключение. Угу. Бану Хаким. Дитя Хакима. Смотрим. Мы на улицах. Так. Вот мы и выбрали снаружи. Ну, обратно идем в эту дверь. Допустим. А, мне нужно к ней обратно, да? Я же могу исчезать. Пробедними, да? Я и убил его. Я думал, я его скушаю. Видите? Так, тут, да. Опа, это мы читали. Я никогда не сталкивался с такими сильными упырями, как те, которых вырастила Елена. Но, в конце концов, они не предоставили для меня никаких проблем. Они владели дисциплинами, не уступающими по силе, дисциплинам сородичек. Но не будучи подкреплены кровью, они должны были сжигать их изнутри. Неважно, победили бы они меня или нет, они были бы всего лишь ходячими трупами, которые оставалось бы жить недолго. Махмуд всегда был жестоким, но даже у него есть пределы. У Елены, судя по всему, их не было. Так, понятно. Приступить к выполненному заданию, да? К выполнению задания. Понял. Так, по сути, мы ищем какую-то статуэтку, фигурку, артефакт, который чисто мне нравится, и я готов идти его так вот, типа, на смерть ради фигурки. Хорошо. Ладно. Отомстите Елене. Основная цель. Теперь мне нужно убить и Елену. Отомстить, значит, она мне предала. 29 ноября. Время сейчас. Близнецы остались в прошлом. Или мне-то казалось в то время. Неужели Елена думала, что они станут для меня проблемой? Как бы то ни было, она доказала, что ей нельзя доверять. Каждое слово из ее уст было ложным. Теперь ей придется заплатить, но только после того, как она вернет мне статуэтку. 13 ноября. Время 3.30. 16 дней назад. Хорошо. Окей. Мы на главном чердаке этого дома, я так полагаю. Так, мы уже видим челиков. Бану Хакими идут сюда. Они уже убили Анну и Розу. Остановите его, пока он не добрался до нас. Ну да, ну да. Понятненько. Понятненько. Так. Я здесь. И я иду за тем, кто меня предал. Опа. Опа. Там прямо внизу ничего нет, да? Просто. Чувствую себя прям крысой, да? Так, и ничего мне делать? В натуре вниз спускаться? А, здесь реально есть проход. Прикольный у вас дом. Тут прям вот в детстве можно было бы бродить очень вкусно. Тут всякие столики, всякие там рисунки, там, может, планшет повесь сюда. Хотя, если у нас такого счастья не совсем-то и много было. Что еще? О-о-о. Красные сердца. Они опасны, значит. Банух Аким. А я иду сюда. Иду дальше. Поставил. Что вы делаете? Найдите и убейте его. Убейте его. Он не может прятаться вечно. Ну, вообще, мать. Посмотрим. Я уже вкачал скилл. Сейчас, думаю, я смогу прятаться вечно. Так, голод. Все в порядке. Так, а мне куда нужно идти? Туда. Ага, кто-то идет там. А я открою дверь. А я не могу открыть дверь, да? Опа. Сейчас должны будем. Монетка. Офигеть. Офигеть. Я сейчас бы переслал. Так, иду дальше. Уброжу куда-то. Подожди, а зачем мне это надо было? Так, ну я спрятался. У меня здесь нет. Все. Так, и как мне быть дальше тогда уж? Сейчас пойду вот так вот, через камеру. Так. Офигеть. Офигеть. Ты с нами? Давайте смоким их. Ммм. Есть что-то здесь. Отлично. Схомячил. Выпил. Опа, кто-то... Кто-то бежит. Ты чертовски бесполезен. Я вдвое вашу зарплату. Главное, избавьтесь от них. Ложь. Сладкая ложь. Продолжение следует... Офигеть. Офигеть. Что это было? Нет, ничего не было. Офигеть. Офигеть. Фу, пополнили. Так, и еще не бежит сюда. Офигеть. Ну же. Иди. Давай, подойди сюда. Ладно, не хочешь, так хочешь. Ну же. Тихо, тихо. Отлично. Подвлек. Да, боже. Как мне это... Как мне пробраться? Тут тоже закрыто. Блин. И что мне делать? Как? Так, давай мы посмотрим, что у нас по заданию. Что у нас... А как у нас по заданию? А, вижу. Найдите путь через библиотеку. Найти путь через библиотеку. Могу туда плеснуть. Плеснуть. Давай-давай-давай. Отлично. Вот и все. Криса. Вот и полностью все выпил. Путь через библиотеку Натя. Они все ближе. Кто-нибудь может вмешаться? Привет. Вау, как много людей. Ну, как полу людей. Типа, меня заметил и решил... Обойти сюда? Давай, окей. Я вижу, куда мне надо. Попробуем. Будем вставить здесь. Сейчас по одному мы убьем. О, нет. Что это было? Сейчас я бы под камеру убьем. Вздумай. Одна камера заметил, да? Одна камера заметила. О, блядь. Девушки отдыхают. отлично ты что не знаю что там что-то там такое-то она там это кочено боится она боится а мы путь через библиотеку освободили теперь всего лишь все что мне надо так но я думаю на этом к пауза тогда сделаю как раз перед местью елены вот здесь закончу буду записывать дальше так на там часики часики господи все в порядке так ну все что спасибо большое что смотрели спасибо за лайки комментарии за подписку буду рад всему этому буду все читать отвечать и тому подобное что же до новых встреч всем удачи всем пока а